Урок математики в шестом классе. Тема – координатная прямая. Сделать так, чтобы ученикам было не только понятно, но и интересно – главная задача Маргариты Губайдулиной, лучшего молодого педагога Артемовского округа. В 35-ю школу Маргарита пришла сразу по окончанию вуза. И хотя порой работа не отпускает даже дома, проверка домашних заданий и подготовка к урокам уверена, с выбором профессии не ошиблась. Все лето во время студенчества – это вожатые. То есть я бы работала вожатой, и я поняла, что дети… Я с ними кайфую, можно такое вот слово, да, некрасивое, но оно такое вот, показывающее эмоции, работать с ними, потому что от них пытаешься энергией. Ты вечно молодой, вечно с ними и вечно, так сказать, в теме. Для детей важно быть не просто учителем, а другом, считает молодой педагог, и ей это удается. Очень мы ей доверяем. Можно прийти после уроков, например, рассказать какой-то свой страх, может быть, и она поддержит в этом и скажет, что можно сделать. Она зарегистрирована в социальных сетях, то есть можно даже ей написать, если ты забыл домашнее задание. Мы понимаем то, что молодой педагог – это отлично, потому что и она понимает нас, и мы ее понимаем. Но, как и везде, в Артеме молодые специалисты нарасхват. Например, в этой школе их всего двое. В дефиците учителя русского, английского, начальных классов. Чтобы привлечь выпускников педагогических вузов и колледжей, городские власти и школы идут на разные меры. И с жильем помогают, и на отбавку к зарплате выплачивают. Результат – за пять лет удалось привлечь более 50 молодых специалистов, но и этого пока недостаточно. Сложно. Используем все ресурсы, в том числе и ресурсы администрации города, которая идет навстречу, помогает нам с жильем для молодых специалистов. Но это действительно очень сложный вопрос, потому что молодые педагоги редко сейчас идут в школы. Хорошие молодые педагоги. А это уже финал конкурса «Лучший по профессии». К нему участники шли несколько месяцев. Из 17 претендентов осталось 8. Среди них и Маргарита Губайдулина. Она не только стала победителем в номинации «Лучший молодой педагог», но и получила гран-при за выступление. Его готовили вместе с детьми. Недавно у молодого педагога работы прибавилось. При школе организовали культурный центр для детей и взрослых. О том, что он необходим большому микрорайону города, Маргарита рассказала в прошлом году на встрече молодых педагогов со спикером Краевого парламента. Александр Ролик предложил организовать работу прямо в школе. Местные власти идею подхватили. Прошло несколько месяцев и здесь появились кружки – рисование, танцы, театральная студия и спортивные секции. Абсолютно бесплатные, а главное – объединяющие детей и взрослых. Дети раскрываются по другим углам. Ведь в школе это одно, а когда дети находятся в другой какой-то обстановке, они себя немножко по-другому ведут. И немножко себя… Ну, тебе располагаются немножко по-другому. Они видят, что ты с ними на одной волне, что ты с ними вот… Ну, не на одном уровне, да, стоишь, но они стремятся к тебе тянуться. Это вот… Ну, это, на основном, приятные ощущения, которые могут быть. Олег Завьялов. Новости на Восьмом.